Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Продолжаю видео про сборку щита для гаража и его установку. Напомню, что в первой части видео пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту с CRM серии Universal от EEC на 24 модуля и подготовки к сборке схемы. А теперь приступаем к коммутации, о чем я вам подробно и расскажу в данном видео. Кстати, еще раз напомню, что номинал в одного автомата у нас выбран согласно технических условий 25 А. Дальше у нас установлено релея максимального и минимального напряжения RM-47, о нем у меня есть отдельное видео. Дальше это у нас однофазный счетчик электронный серии Star 104, прямого включения на 60 А. Дальше у нас вольт-амперметр, о нем я тоже рассказывал. Дальше у нас идет вводное УЗО, ну я как говорил уже и повторю сейчас, что вводное, вернее любое УЗО, установленное в цепи, должно быть желательно на одну ступень выше по номиналу, чем перед ним установленный вводной автомат. То есть у нас автомат имеет номинал 25 А, УЗО можно было установить на 40 А, но в наличии его не было, поэтому приобрели на 50 А. На уставка потока утечки 30 мА. Ну а это у нас автоматы ВА-4729, 3 А, 10 А и 16 А, про которые я говорил. Это у нас розетка в щите для прочих разных нужд. Ну для гаража сам раз, подключить любую какую-нибудь переносочку соседу или там для себя что-то, какой-то удлинитель там, не подключаясь в стационарно установленные розетки. Ну а теперь приступаем к коммутации. Так как вводной автомат у нас имеет номинал 25 А, то всю внутреннюю коммутацию щита я буду выполнять гибким проводом PU-GV, ну или по-старому это PV3, сечением 6 квадратных миллиметров. Можно, конечно же, взять и 4 квадратных миллиметра, это вполне приемлемо для такого номинала. Но вдруг хозяин гаража решит немного увеличить разрешенную мощность, например, заменив в одной автомат с 25 А до 32 А. Тогда ему с коммутацией 6 квадратных миллиметров, ему не придется ничего в щите переделывать, кроме замены одного автомата. Но это было обговорено изначально, поэтому вот я предупреждаю. Для питания вольтамперметра, уже после его питающего автомата 3 А коммутацию, я буду проводить проводами тоже гибкими PU-GV или PV3, сечением 2,5 квадратных миллиметра. Кстати, цветовая маркировка, естественно, будет соблюдаться. На фазу будет применен белый провод, на нули синий, ну и ПЕ-проводники желто-зеленый цвета. Так, ну естественно, коль у нас применен гибкий проводник, то при его подключении к устройствам и аппаратам, его жилы необходимо опрессовать. Я буду применять одинарные, а кое-где двойные наконечники НШВИ. Ну, немножко об инструменте. Для снятия изоляции с жил проводов я буду применять уже известный вам КНИПЕКС 1240-200. А для опрессовки втулочных наконечников я буду применять КВТ-шные пресс-клещи. Ну, у разных они тут на разные сечения. У них матрица имеет прямоугольное сечение. Питание у нас будет приходить сразу же на водной автомат, на верхние его клеммы. Поэтому коммутацию начну прямо вот с нижней клеммы водного автомата с фазного проводника и погоню ее по всему щиту. Зачистил два проводника на шесть, сейчас установлю двойной наконечник, сделаю перемычку сводного автомата на реле РММ, и отсюда же пойдет второй провод на первую клемму щетчика. Вот, одеваем двойной наконечник. Прессуем его десяткой. Готово, лишнее срезаем. К автомату ВА-4729 можно подключать провода длиной 10 мм, а наконечник двойной у нас НШВЕ имеет длину 12 мм. Поэтому после опрессовки я срезал необходимую длину. Так, это подключаем. Этот провод у нас пойдет на питание реле напряжения, сюда. А второй, этот пойдет на первую клемму щетчика. Уже надеваем наконечник, только уже одинарный. И прессуем его шестерочкой. Вот у нас первая перемычка. И второй провод у нас пойдет на щетчик. Здесь напомню, что у щетчика длинные ламели с затяжкой под два винта. Поэтому здесь нужно удлинять наконечник НШВЕ. То есть, этого длины 10 мм будет недостаточно. Нужно удлинить еще примерно наполовину. То есть, порядка 15-16 мм. Как это делать, я подробно рассказывал отдельно в одном из своих видео. Можете посмотреть на канале. Вот, и можем подключать. Вот у нас фаза уходит одна на реле напряжения, вторая уходит на первую клемму щетчика. Далее, со второй клеммы щетчика фаза у нас уходит через отверстие вольт-амперметра и уходит на верхнюю клемму УЗО, соответственно, его маркировки. По этому проводнику будет вестись контроль тока. Подключил верхнюю клемму УЗО фаза. Дальше фаза с нижней клеммы УЗО. Маркировка у нее клемма 2. Пойдет у нас на ряд отходящих или групповых автоматов, установленных на нижней рейке. Отсюда нам нужно будет сделать перемычку, а на автомату установить общую гребенку. Так, отмерил гребенку на 3 автомата. Пластик обрезал необходимой длины. Сейчас сюда заводим токорядущие части и ставим заглушки. Вот получилась вот такая вот у нас маленькая гребенка на 3 автомата. И прокладываем наш проводник до автомата 16 ампер. Так, устанавливаем нашу гребенку. Все, можно затягивать. Вот так вот получилось с задней стороны. Видит это вот следующим образом. Ноль у нас будет приходить непосредственно на счетчик. Теперь четвертая клемма счетчика. То есть, нулевая клемма. Делаем перемычку на верхнюю клемму УЗО. Нулевую клемму УЗО верхнюю. Отсюда же я сделаю перемычку на реле максимального и минимального напряжения. Так как если мы реле 0 для реле подключим уже после УЗО, то у нас будет сложно срабатывать УЗО. Так, и эту подключаем клемму к УЗО. И отсюда нам нужно сделать 0, пробросить на реле максимального и минимального напряжения на клемму D1. И осталось у нас с нижней нулевой клеммы УЗО запитать нашу нулевую шинку. В качестве нулевой шины я выберу вот эту верхнюю нулевую шину. То есть, вот отсюда мне сейчас нужно сделать перемычку. Вот этот 0 я тоже проложил до нулевой шинки. Да, кстати, пару слов хотел сказать о нулевой шине. Дело в том, что, допустим, у того же щита Prime сверху на держателе шины устанавливаются такие заглушки, которые фиксируют шину, непосредственно вот саму шинку латунную, в определенном месте. То есть, можно там установить 2-3, там несколько вот шинок и на некотором расстоянии друг от друга они не будут скатываться, то есть, соединяться. Здесь же шина, вот видите, то есть, спокойно перемещается по держателю. Поэтому я вот ее закрепил двумя винтами на 4 непосредственно к самому вот этому пластиковому держателю. И теперь у нас шинка прочно закреплена вот в этом пластиковом держателе. И вот таким вот образом она не перемещается. Ну все, в принципе, вся силовая часть щита собрана. Теперь нам осталось запитать вольт-амперметр. То есть, сюда на единичку мы подключим фазу нашего 3-х амперного автомата. И на вторую клемму мы подключим ноль. С нулевой, вот с этой шинки. Подключил вольт-амперметр. Вот у нас фаза проходит. Там сзади. И вот на автомат 3-х амперный. И ноль проходит здесь вот аккуратненько, в этом шлейфе, вот на нулевую шинку. Вот сюда. Осталось у нас подключить розетку. То есть, с 16-амперного автомата будет перемычка фазная. Отсюда до сюда. И сюда будет подключаться ноль на данную шину. Также у розетки, естественно, есть ПЕ-зажим. Для ПЕ-проводника. Отсюда надо будет провести ПЕ-проводник желто-зеленого цвета на вторую шину. Но предварительно ее также надо будет закрепить. Подключил и розетку. Вот фазная перемычка. Это у нас нулевой проводник. На нулевую шинку приходит. Также можно заранее установить перемычку ПЕ-проводника на дверцу. То есть, вот с этой шпильки в комплекте идет такая перемычка на дверцу. Кстати, у меня давно возникает вопрос, почему производитель прикладывает в комплект вот такую вот перемычку. Да, вроде бы все правильно. Дверца должна быть металлическая, тоже заземлена. Но, согласно требованию ПУЭ, заземление дверцы должно быть выполнено отдельным проводником на шину ПЕ. То есть, с шины ПЕ должен идти один проводник, один ПЕ-проводник на корпус щита, то есть заземление щита. А второй ПЕ-проводник, отдельный ПЕ-проводник, должен заземлять непосредственно уже дверцу щита. Тем не менее, все производители, абсолютно все до единого, почему-то идут вот таким путем. То есть, заземление дверцы щита у нас осуществляется как бы шлейфом от корпуса щита. Ну, я считаю, что это не совсем правильно. Ну, и с другой стороны, опять же, не совсем и критично. Ну, и сразу теперь установлю корпусу щита крепежные зацепы. Зацепы крепежные установил. В принципе, нам что осталось? С шины ПЕ сделать перемычку на корпус щита, вот сюда. И отсюда же с шины ПЕ провести ПЕ-проводник для нашей розетки. Ну, а пока раму я установил щит для транспортировки на объект. Сейчас закреплю ее. И, в принципе, будем завтра устанавливать. Кстати, хотел сразу ответить на вопрос, который мне задают. В общем, как вы будете пломбировать вводной автомат и расцепитель минимального максимального напряжения. То есть, оно же установлено перечетчиком. Все верно. Варианта два. Первый вариант, про который я как-то уже рассказывал, это установка вот такого бокса КМП. Можете посмотреть видео про все способы пломбирования вводных автоматов. Вот. Этот бокс специально здесь он разрезан. Вставлена такая пластина, чтобы установить его аккуратненько рядом со щетчиком. И он не мешал пластиковой панели, установленной уже поверх. Ну и второй вариант. Это, скорее всего, который в данном случае будет применен. Это пломбы в виде наклеек. То есть, на верхней и нижней клеммы автомата. Инспектор наклеит клеммы, а крышка щетчика будет опломбирована уже обычной свинцовой пломбой. Да, в принципе, есть еще один вариант. Это полностью опломбировать вот эту лицевую пластиковую панель. То есть, полностью опломбировать весь щит. Для этого на вот этих крепежных защелках, которые крепят пластиковую панель, имеются такие вот специальные проушины, ушки, через которые продергивается леска. И все это дело аккуратненько опломбируется. В одном из своих видео я уже говорил, что при опломбировании всего щита у вас не будет доступа к его электрооборудованию. Вдруг со временем вы решите добавить сюда какие-нибудь дополнительные отходящие линии, группы или автоматы, дополнительные устройства, какую-нибудь индикацию, автоматику и прочее. Вдруг какое-нибудь устройство со временем эксплуатации выйдет из строя, и его необходимо будет заменить. К тому же, периодически необходимо обслуживать щит, протягивать контактные соединения, коммутационных аппаратов, нулевых шин и тому подобное. А в данном варианте опломбирования у вас будет доступ в щит закрыт. И для осуществления вышеперечисленных манипуляций вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать данную пломбу, составлять акт, а после выполненных работ вновь производить опломбирование. И причем оно будет для вас уже не бесплатным, так как инициатива срыва пломбы изначально была ваша. Допустим, в моем случае это, конечно же, не лучший вариант. Тем не менее, по своей практике скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит. Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте, я заранее уже на компьютере сделал готовые надписи. Вот, видите, в одной автомат, защита максимального и минимального напряжения, счетчик и так далее. И их сейчас наклею непосредственно с помощью двухстороннего скотча. Надписи приклеил. Вот, смотрите, это у нас в одной автомат. Это защита максимального и минимального напряжения ММС-47. Это у нас счетчик электрической энергии, индикация напряжения и тока вольт-амперметр. Это у нас в одной УЗО. Так, и второй ряд. Это питание вольт-амперметра. Трехамперный автомат. Освещение гаража. Десятиамперный автомат. Розетки гаража и щита. 16-амперный автомат. Вот, непосредственно розетка щита. Вот старый автомат. В одной так вот все было подключено. Это отходящие уже кабели по гаражу. В общем, вот это у нас выполнено. Вот гараж в металлической трубе. Вот обычными проводами. Вот в этот угол я сейчас буду устанавливать щит. Я уже его вот разметил примерно. Сейчас просверлюсь и установлю. Так, ну все, щит установил. Вот по уровню. Все ровненько. Сделал подготовку трассы под гофру. То есть это у меня еще ввод. Он у меня еще подключен. Здесь установил клипсы для гофры. И вот у гофра потом проложу уже сейчас в одной кабель. Так, пока еще не установил раму с устройствами. Вот, сделал сюда, присоединил ПЕ-проводник. Который у нас пойдет на ПЕ-шину. Ну, так удобнее. Все, в принципе, сейчас можно устанавливать уже раму в щит. Вот и все. Можно крепить. Еще раз убеждаюсь в преимуществе съемных рам в щитах. Не представляю даже, как бы я крепил щиток. В одного с полностью смонтированным оборудованием. Все. Рама установлена. Так, вот с ПЕ-шины проложил два проводника. Один идет на сюда, на корпус щита. А второй идет у нас на розетку. Ну вот и готово. В принципе, все. В общем, что по порядку. Я завел ввод через гофру. Вот она идет. Так, приходит сюда. Далее уходит здесь. Здесь мне немножко провода не хватило. Я загильзовался. Удлинил провод. И завел фазу на вводной автомат. А ноль на счетчик. Электропроводка в гараже оставляет желтого лучшего. Кабели все старые. Тем не менее, не хотелось заводить такие вот старые. Поэтому я сделал немножко поэстетичнее. Завел их в гофру. То есть, вот они уходят в стену. Здесь вот я их. Вот эти два кабеля. Вернее, три кабеля. Вот они заходят в гофри. Сюда в щит. И вот они подключены. Ну и вводный лист здесь также расключил. Что мы видим? Вот сегодня. Здесь счетчик уже показывает дату. 4 августа, 2018 год. Так, напряжение 243 вольта. Нагрузка сейчас 2,6 ампера. Так, это у нас вводное узо. Давайте его сразу протестируем. Кнопкой тест. Работает. Работает. Так, ну что. Давайте наклеим наши наклейки. И будем надевать панель. Так, здесь осторожно напряжение. И вот здесь заземление. И вон там. Данная шина ПАЕ будет заземлена. То есть, около гаража будет забит заземлитель. И от него проводником будет... И от него будет проложен проводник на шину ПАЕ. Ну вот и окончательный вариант. Панель я установил. И, кстати, почему тут не предусмотрели. Прорезь под вот этот защитный проводник. Я вот сюда его в уголочек сместил. Вроде как бы тут он особо не мешается. Сам, кстати, заметил это уже после монтажа. Что вот на этой пластиковой панели имеются вот такие вот пластиковые проставочки под выламывание. И вот получается такое аккуратненькое отверстие для прокладки ПЕ-проводника для заземления дверцы. В общем, вот такие получились две части про сборку щита и его установку. Если есть какие-то вопросы по данному щиту, обязательно спрашивайте в комментариях. Все отвечу, все расскажу, все поясню. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч! До новых встреч!